здравствуйте вас приветствует широких виктор мы продолжаем работу над нашим блогом надеюсь что вы все сделали домашнее задание вставили свою страницу поэкспериментировали с ней и давайте сейчас опубликуем ее нажимаем кнопочку опубликовать сообщение сообщение успешно опубликовано и мы хотим его посмотреть вот наше сообщение на начальном этапе нами выбран был некий шаблон и получилось то что получилось в этом уроке я хочу научить вас настраивать дизайн вашего блога чтобы это был именно такой блог который будет радовать как глаз так и подымать настроение это будет ваш дом который вы будете приглашать гостей в котором должно у вас быть именно так как хочется вам расскажу вам свою историю когда я создал свой блог написал свою первую статью то первый комментарий звучал так виктор на твоем блоге очень уютно и тепло впечатление что ты ждал меня и все так красиво и удобно приготовил шрифт мой любимый цвета приятные мы на одной волне и это действительно круто я очень рада знакомству с тобой этот первый комментарий такой позитивный зарядил меня энергией на много дней вперед я часто вспоминаю его когда нужно писать статью и оформлять ее чтобы читатели чувствовали себя как дома когда я выбирал шаблон моего сайта мне показалось что сайт бар с двух сторон будет более эргономичен сайт бар это боковая панель слева либо справа либо с обоих сторон несмотря на то что сайт бар не является центральным элементом блога его роль очень важна хороший дизайн сайт бара поможет посетителям вашего блога проще находить нужную им информацию сэкономить их время и привлечь внимание в то время как плохо структурированный сайт бар может привести к потере посетителей дизайн сайт бара на разных блогах очень схож не зная для чего он нужен мы не можем сделать его эффективным и полезным для наших посетителей я считаю что основная цель сайт бара это простая и удобная навигация по блогу причем это не только меню но и другие элементы навигации которые способствуют быстрому поиску информации но довольно теорией пора переходить к практике в правом верхнем углу нажимаем на слово дизайн здесь выбираем в центральной части дизайнер шаблонов и здесь мы видим те самые шаблоны которые предлагались нам на третьем шаге создания блога вы видите здесь есть различные возможности для изменения цветовой гаммы наших шаблонов но мы к этому вернемся несколько позже сейчас я вам предлагаю выбрать вкладочку дизайн мы можем определиться для начала с дизайном основной части вы можете выбрать шаблоны на свой вкус без сайт бара сайт бар справа с обеих сторон сайт бар слева ну или же есть еще более сложные варианты дизайн так называемого подвала где чаще всего располагаются счетчики и различные рекламные баннеры пункт изменения ширины тоже довольно интересен но поскольку прогресс не стоит на месте и разрешение экрана 800 на 600 используется ну уже довольно ограниченным количеством людей и поскольку основная масса людей использует разрешение экрана 1024 на 768 мы будем ориентироваться на них давайте снова перейдем на вкладочку дизайн основной части выберем сайт бар с обеих сторон перейдем на вкладку измерения ширины я советую вам сделать размер блога по всей ширине ну и пусть он будет таким широким лишь бы было удобно читать вашим читателям и находить нужную информацию ширину левого и правого сайт бара можно сделать различной и мы будем использовать ее для постановки на них элементов того или иного размера у себя я на блоге сделал левую панель 220 правую панель достаточно мне было 160 все это происходило методом подбора я подбирал различные элементы и вот такие размеры меня в общем-то устроили ну вы всегда можете сбросить ширину до значения по умолчанию и вновь начать экспериментировать а мы вернемся ко вкладке шаблоны и вы видите что здесь одним кликом мыши можно изменить различные шаблоны это именно те шаблоны которые мы выбирали в третьем шаге при создании нашего блога но даже при всем том что здесь имеется это достаточно ограниченное количество шаблонов еще совсем недавно это были все шаблоны особого выбора нам не предоставляли а сейчас я вам покажу самое интересное пришло время для настоящего творчества мы переходим на вкладочку фон переходим на фоновое изображение с правой стороны нажимаем стрелочку и появляется выпадающее меню обратите внимание на количество различных тематик а также на количество тем которые здесь предоставлены это поистине огромный потенциал для творчества здесь можно провести не один час пробуя экспериментируя подбирая я хочу вам дать очередное задание подберите свой уникальный неповторимый шаблон подберите шаблон сайт баров это может быть с левой с правой стороны или же с обоих сторон сделайте так что вам было уютно что вам было приятно приглашать гостей на свой блог поэкспериментируйте и в следующем уроке мы займемся вставкой изображений потому что то как будут выглядеть наши изображения а также видео очень сильно зависит как раз то от того шаблона которое вы выберете потому что именно размер шаблона определяет многие дальнейшие действия на этом я хочу урок закончить с вами был Широких Виктор и до встречи в следующем уроке в следующем уроке в следующем уроке ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...